Всем привет! Здесь у нас полный трендец. Электроящик горэлектросети. Откуда прилетают шершнюги? Не знаю. Посмотрите, что происходит. В этом и есть проблема. Это совершенное насекомое. В данный момент они уничтожают колонию диких пчел. Вот, он поймал одну. Куда он полетел? Перед вами азиатский шершень на охоте. Поэтому наша задача бороться с этим шершнем. Посмотрите, сколько их поджидает бедных пчел. Бой идет во все стороны. Нифига себе, как шершень на меня смотрит. К тому же я еще не защищен. В принципе, они пока не такие агрессивные, потому что они заняты охотой. Посмотрите, как они зависают в воздухе, поджидая свою жертву, бедолагу пчелу. Совершенное насекомое. Драматично наблюдать за всем этим. Я договорился с горэлектросетью, и я сейчас буду заниматься спасением пчел. Посмотрите на это совершенство. У них обе пары крыльев задействованы. Совершенная мобильность. В общем, как мы договорились, я забираю полностью ящик. На верхнем ящике находятся провода, все. Электрики все отключат, и потом надо будет думать, что делать. Ну, скорее всего, я их заберу домой, потому что переселять пчел естественным способом, как они когда роются, уже невозможно. Слишком поздно. Еще одну пчелу поймал. Очень, очень грустная картина. Увы, в данной ситуации ничего другого сделать невозможно. Посмотрите, посмотрите на это количество шершней, которые ждут свою добычу, жертву. Офигеть. И смотрите, они все в одной позиции. Зависли в воздухе и ждут свою жертву. Драматично. Давайте посмотрим с тепловизором. Может, что-нибудь увидим? Да, с тепловизором. Видно? А что видно? Ничего не видно. Разве что мух, которые пролетают передо мной. Ладно, все, что вам сказать. Как вы видите сами, проблема с азиатским шершнем настоящая. Она реальная. Посмотрите на это совершенное насекомое. У этого шершня немножко ободраны крылья. Наверное, слишком много летал. Вполне возможно, что это старая королева. Нет. Скорее всего, это старый рабочий шершень. Они живут в среднем 28 дней. А почему они между собой дерутся? Да, чисто из-за того, что они охотники, и каждый хочет поймать свою пчелу. Я нахожусь, что они очень фотогеничны. По-моему, я им немножко мешаю. Посмотрите на них. Так, Этьен, хватит валять дурака. Иначе твой день закончится опухшим носом. Ладно, на этом все. Спасаю пчел. На все всегда есть решение. Бай-бай до следующего номера. И хорошего настроения. Ну, у меня, честно говоря, нет настроения. Это меня... Иногда у Этьена бывают сюрпризы. Сейчас я в городе, и обычно люди говорят, что шершни не селятся на хвойных деревьях. Громадное гнездо. Так что знайте, что они так же могут быть и на хвойных. Осторожно. И они жалят. И шершень, и елка. После небольшого размышления, гнездо было дезактивировано. Оп, оно вот-вот. А это гнездо нефиговое. Около метра. Не, на самом деле оно здоровое. Ладно, давайте, пока. Академия. 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 Продолжение следует...